И теперь о событиях дня подробнее. Двое солдат-срочников повесились в одной из воинских частей в Иркутске. Пока информации об этих происшествиях очень мало, нам удалось узнать подробности лишь об одном погибшем в Комитете солдатских матерей Красноярского края. Оказалось, что солдат-уроженец именно этого региона. Это было 3-го числа, его нашли. Сказали, что якобы на своем ремне. Призван он был в мае этого года, с 94-го года рождения. Всего полгода служил. И вот вчера там у бабушки похоронили. И вообще как-то по этой части у нас вращений лично ко мне не было, чтобы там неуставные отношения или еще что-то. Сразу же там был подключен следователь на прокуратуре с Иркутской, занимается этим делом. Второй случай суицида произошел в ноябре, но откуда погибший и сколько ему лет, пока неизвестно. Расследование этих фактов проводит военная прокуратура. Разного рода ЧП в воинских частях происходит регулярно. Так, в июле этого года из-за обрушения казармы в Обмске погибли двое солдат из нашего региона, еще один получил травмы. Годом ранее трагедия произошла в одной из частей в Иркутском микрорайоне Зеленом. Там во время чистки цистерны из-под топлива погиб солдат срочной службы, еще двое попали в военный госпиталь. В 2012 году из-за вспышки пневмонии в Красноярском крае в больнице и госпиталь попали четверо солдат нашего региона. Сейчас специалисты отмечают, что в основном солдаты страдают не из-за каких-либо происшествий, а не из-за неуставных взаимоотношений. Сейчас, если честно сказать, что родители к нам обращаются очень редко. Можно сказать, совсем не обращаются, потому что теперь у нас в армии ребята идут по желанию служить. Каждый занимается своим делом, поэтому правонарушений никаких нет. Потому что над каждой частью теперь прокуратура очень отслеживает. Продолжение следует...